С праздником! Здравствуйте! 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 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Толкование. Рассудительный прокаженный, чтоб не воспрепятствовать учению, не взошел на гору. Но когда Христос сошел с горы, он поклонился ему и показал великую веру. Он не сказал, если помолишься Богу, можешь меня очистить, но, если хочешь. Вопросы. Евангелие от Матфея 8.34. Евангелие от Матфея 8.3-4 стихи. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, хочу очистить. И он тотчас очистился от проказа и говорит ему, Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Толкование. Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что он не связан с законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого, и что святая плоть его сообщает о священии. Впрочем, убегая от славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его. Но показаться священнику, потому что, если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. «При всем во свидетельство иудеям Христос велит принести дар, как бы так говоря, когда меня станут обвинять, как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом». Книга Левит, 13-46, 14-я, стих 2-й, 4-й и 10-й. Вернее, 4-я глава 10-й стих. Так, вопросы? Скажите еще раз, пожалуйста, где вы читаете? «Евангелие от Матфея, 8-я глава, с 3-го по 4-й стихи, сейчас будем с 5-го по 6-й стихи читать, если вопросов нет. Ивангелие от Матфея, 8-я глава, 5-й и 6-й стихи. «Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука, 7-й главе 2-й стихи. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Вопросы? Вопросы? Ивангелие от Матфея, 8-7. Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Толкование. Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Ивангелие от Матфея, 8-й глава, 8-й по 10-й стихи. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздороветь слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделает то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Толкование. «Если я, будучи сам раб царя земного, повелевая подчиненным мне, воинам, то ты тем более можешь повелевать смертью и болезням, так, чтобы они одного оставили и обратились на другого. Ибо телесные болезни – суть воины и мстителей у Бога. Вот почему Христос удивляется и говорит, «Я и в израилетянах не нашел такой веры, как в этом язычнике». Удивляется же Господь в вере язычника, как весьма великой, и говорит, «И в Израиле не нашел я такой веры». Вопросы? Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 по 12 стихи. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и вослягут с Авраамом и Сааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Толкование. «Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно с востока и запада». Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. «Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степень и в муках. Иудеев называют сынами царствия». «Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степень и в муках. Иудеев называют сынами царствия, так как им даны были обетования. Так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Исход 4, 22. Вопросы? Щелочку оставь. Матфея 8, 13. «И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и вызовер слуга его в тот час». Полкование. Сотник, в тот же час, возвратясь в дом свой, нашел слугу своего здоровым, и исцелив словом, Господь показал, что истины слова его и об иудеях изгнаны будут». Вопросы? Евангелие от Матфея, 8 глава, 14 по 15 стихи. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им». Так, секундочку. «Очел Владимира, и добив Burns, possiamo веровать вам». «Любой, и Brил Toeция, и對對а, идиneURE». «Очел Владимира, идию моего...» Так, толкование. Мы знаем, что для больных, очень обессилевших, много нужно времени, чтобы снова окрепнуть в силах. Другие евангелисты говорят, что Христос исцелил Петрову тещу по просьбе о том. Но Матфей для кратности опустил это. Я уже говорил тебе и в начале, что иной из этих упоминает о том, о чем другой умалчивает. Присем ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетелям, ибо и Верховный Апостол имел тещу. Вопросы? Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 по 17 стихи. Когда же настал вечер, к нему привели многие бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Исаия, 53, 4. Толкование. «Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех. Затем, чтобы ты не усомнился, как он мог в короткое время исцелить столько болезней, Евангелист приводит в свидетеля Исаию. Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их рождается от грехов». Вопросы? Матфея, 8, 18. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону толкования, ибо не был он славолюбив, а вместе хотел уклониться и от зависти иудеев». Матфея, 8, глава 19-20 стихи. Матфея, 8, 19-20. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел, и говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Толкование. Книжником называет законовеца. Видя многие знамения, он подумал, что Иисус получает от того прибыль, посему старается сделаться последователем его, чтобы самому получать. Но Христос, видя его намерения, сказал, «Как бы так, следуя за мною, ты, надеясь, сделался богатым, но не видишь ли, что я не имею даже дома». Таков же должен быть и последователь мой. Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собою, переменив намерение. Но он удаляется от него. «Некоторые под лисицами и птицами разумеют демонов, которые названы так по их лукавству и действию в воздушной области». «По всему разумению Христос, как бы так, говорил книжнику, «В тебе живут демоны, посему не нахожу в душе твоей обители для себя». Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стихи. «Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Толкование. Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика сего был еще и неверный, как это видно из слов, «предоставь мертвым, то есть неверным, погребать своих мертвецов». Если же сему не позволено было похоронить и отца, то горе тем, которые, поступив в монашество, возвращаются к мирским делам. Вопросы? Иван говорит Матфея, 8 глава, 23-24 стихи. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Толкование. «Господь взял с собой в корабль учеников, дабы они видели чудо. Попускает им быть в опасности от бури для того, чтобы с одной стороны приготовлялись к искушениям, а с другой, увидев чудо, тем более веровали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, осознали свою немощь и обратились к нему с молитвою». Посему евангелист говорит. Евангелие от Матфея, 8, 25-26. «Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Толкование. «Не называют их неверными, а маловерными, потому что, когда сказали, «Господи, спаси нас!», они показали всем веру. Но слово «погибаем!» уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он был вместе с ними. Заметь, что, коряя их маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасности. Посему сперва он утишил их душевное волнение, а потом и морское. Вопросы. Евангелие от Матфея 8, 27. «Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Толкование. «Удивились потому, что по виду он был человек, но дела его были божественные». «Под удивляющимися человеками, разумеется, ученики, так как никого еще не было с ними. Говорили же они, кто это, потому что не уверились, кто он». Вопрос. Матфея 8, 28. «И когда он прибыл на другой берег, страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Толкование. «Марк и Лука говорят об одном бесноватом, имевшем легион бесов, то надо бы надумать, что один из двух, именно тот, которым говорят Марк и Лука, был страшнее другого. Христос сам подошел к ним, так как к таким страшным людям никто не осмеливался приступать или привести их к нему. «Живя в гробах, демоны хотели утвердить мысль, будто души умерших делаются демонами. Но да не будет всего и в мысли у кого-либо, потому что душа по разрушению с телом уже не блуждает по всему свету, но души праведных покоятся в руке Божией, равные души грешных также отводятся отсюда и в свои места, как, например, душа богатого». Поем, читаем, в луке 16, глава 23 стихи. Матфея 8, 29. «И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Толкование. Обнаружив сперва неприязнь ко Христу, потом провозглашает его Сыном Божиим. «Мучение называют они не позволение им мучить людей, а выражение прежде времени, понимая так, что демоны думали, будто Христос, не терпя чрезмерно их злобы, не станет отлагать времени казнить их, чего, впрочем, не случилось, ибо им предоставлено враждовать на нас до кончины века». Вопросы. Матфея 8, 30-32. «Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней!» И он сказал им, «Идите!» И они, выйдя, пошли в стадо свиное. «И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде». Толкование. «Лукавые демоны домогаются погублением свиней, огорчить хозяев их, чтобы они не приняли Христа. Христос не сходит к демонам для того, чтобы показать, какую злобу питают они к людям. Так что, если бы имели власть и не были возбраняемы, хуже бы поступили с нами, чем со свиньями. Господь сохраняет бесноватых, дабы не умертвили сами себя». Вопросы. Матфея 8, 33-34. «Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Толкование. «Просят его о всем, жалея свиней и опасаясь потерпеть еще что-либо большее. Познай из всего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны». Вопросы? Матфея 9, 1, 2. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Толкование. «Своим городом называет Капернаум, ибо Христос жил там. Родился он в Вифлееме, в Назарете, воспитался, а Капернаум был всегдашним местом его жительства. Расслабленный сей не тот, о котором говорит евангелист Иоанн, 5 главе 5 стихе, потому что последний лежал при овчих воротах в Иерусалиме, а первый в Капернауме. Тот не имел человека, а сего принесли четверо», как говорит Марк, 2 глава 3 стихе. «И притом спустили сквозь кровлю, о чем, впрочем, Матфей молчал». Вопрос. А, дальше. «И видя веру их», толкование, «веру или принесших расслабленного, так как он часто чудодействовал и ради приносящих, или же вместе и веру его самого, называя чадом или как создание Божие, или как за веру его. Желая же показать, что главная причина расслабления были грехи, сначала отпускает грехи, а потом исцеляет от недуга и тела». Вопросы. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 3 по 5 стихи. «При сием некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи?» Или сказать, «Встань, не ходи!» Толкование. «Тем, что знает помышления их, он показывает себя Богом, ибо никто иной не знает помышлений. Обличает же их, как бы так говоря, «Вы почитаете меня богохульником за то, что присваиваю себе право отпускать грехи, что подлинно великое дело. Вы думаете, что я прибегаю к сему для того, чтобы не быть обличенным во лжи, но я исцелением тела, удостоверяю вас и в исцелении души, делом легчайшим, но почитающимся у вас труднейшим. Докажу и отпущение грехов, которое на самом деле важнее и труднее, а только вам кажется легчайшим, потому что оно невидимо. Матфея 9,6,8 «Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. толкование. Повелел ему нести одр свой, дабы не почли случившегося мечтою, и дабы чудо видел вместе и народ, который почитал Христа простым человеком, хотя и большим всех. Вопросы. Матфея 9-9 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея и говорит ему, следуй за мною. И он встал и последовал за ним. Толкование. Призвал его не в одно время с Петром Иоанном, но когда увидел в нем готовность веровать, так и Павла призвал после, когда то есть было благовременно. Ты же поделись евангелисту, который так откровенно обличает свою жизнь, тогда как прочие скрыли самое имя его, назвав именем Левия. А что он обращен одним словом, это было дело Божие. Вопросы? Евангелие от Матфея 9 глава с 10 по 11 стихи. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Толкование великой радости по случаю посещения Христова, Матфей созвал мытарей, друзей своих, и Христос для пользы их ел вместе с ними, хотя за это и порицали его. Так фарисеи желая отвлечь его учеников осуждались и общение в пище с мытарями. Матфея 9, 12, 13. Иисус уже, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Толкование «Я пришел ныне, говорит, не как судья, но как врач, посему терплю и смрад, обличает их еще и как невежд, вы, говорит, доныне не научились, так хотя теперь пойдите и узнайте, что милосердие к грешникам для Бога приятнее жертвы. Я пришел, призвать не вас оправдывающих самих себя, тогда как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, впрочем, не с тем, чтобы оставались грешниками, а чтобы покаялись». Вопросы? Игнатий Тихонич? Вопрос. Что значит милости хочу, а не жертву? То есть про милость тут растолкована милость Божия, а жертва, какая жертва имеется в виду? Жертвоприношение, которое Богу приносили? Да. Да. Важно, чтобы люди умели быть милостивыми к падшим, и милость к падшим призывал, как пишет Пушкин. Речь идет только о человеческом, не о божественном. Бог видит, хорошо, вы жертвуете. Жертвуете от чего? А сколько там, допустим, пояс у Пушкина с купом рыцарей? Он берет каждый, допустим, вот это кольцо я отнял у вдовы, у нее с голода умер ребенок. Он каждую вещь берет и объясняет, откуда она у него эта вещь. Она не могла заплатить за что-то. И вот так. Если бы там милость была, он бы оставил, а теперь жертву то не приносил. Поэтому, если он все от кольца эти золота отдаст, жемчуг, а милости не было, это все через угнетение. Вот прибавляет энергию, ЖКХ, это то не стоит, сколько сейчас берут-то. А там, глядишь, на храме Христа Спасителя написали имена, кто участвовал в этом, там Лужкоп или кто. Милости хочу, а не жертвы. Что вы приносите жертвы? Ну, заплатил-то миллиард. Людей-то миллионы обманул. Жизнь всю испортил. Вот об этом идет речь. Все. Спасибо, Христос. Матфея 9,14. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? Толкование. Ученики Иоанна укоряли Христа в несоблюдении поста и зависти к славе его. Не смея сказать прямо Христу, для чего ты не постишься? Они говорят, почему твои ученики не постятся? Вероятно, они недоумевали, каким образом бесподвижничество он может побеждать страсти, чего Иоанн не смог сделать. А того, что Иоанн был простой человек и праведен стал по причине подвигов добродетели, Христос же Бог и сам весь добродетель, они не хотели знать. Вопросы. Матфея 9, 15 И сказал ему Иисус «Могут ли печалиться сыны чертога брачного пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Толкование. «Настоящее время», говорит, то есть, «пока я нахожусь с моими учениками, есть время радости». Женихом называет он себя самого, как обручающий себе новый сон вместо умершей древней синагоги. Сынами брачными называют апостолов. Будет, говорит, время, когда я пострадаю и вознесусь, тогда они, подвергаясь гонениям, будут поститься, будут в волчбе и жажде, а чтобы показать, как слабы были тогда ученики его, присовокупляет вопросы. «Максим» «Максим» помешат синагоги. «А как тогда постились? » Игнать Тихович, вопрос, как тогда постили? В то время постились так, не пили и не ели ничего. И 40 дней постился Илья, не пил и не ел. Господь в пустыне и не пил и не ел. У нас такое щадящее. Вот, говорит, отроки были в плену в Авилонском. У них царского стола не брали, а другой... Игнать Тихович, микрофон не включили. Да, не включил. Не пить и не есть. Вот это был пост. И пророк Илья 40 дней не пил и не ел. Иисус Христос не пил и не ел. Определенно. Но к этому стали говорить. А какое-то такое отдельное выражение. От мяса не ел. Это тоже пост. Да, тот спасился от мяса. Но это не настоящий пост, а так, расслабленный. Мы видим, в раю было, можно, любое дерево. Обнять, поцеловать, сорвать плод и все. Но от одного дерева нельзя. То есть, постились от одного дерева. Это отроки в Авилоне, царского стола не брали. А постились, если по-настоящему где, ну так, как описано в Священном Писании. Ни капли, ни крошки. Но мы живем в северных краях и здесь по-другому. Почему? Церковь так рассудила. Вот, допустим, в каждом монастыре свой устав. Поговорка. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Южный, у них свой устав. А вот взять Соловецкие острова, монастырь Соловецкий. У них во время Великого Поста ежедневно разрешалось кушать сущие, сушеная рыба. А по праздникам, ну рыба вокруг моря, чего тут не брать было. Так что, если сказали не есть, поститься, как Саул заклял. А сын у него съел только мед, и он его приговорил к смерти. Понятно, что ничего нельзя было в рот брать. И люди боялись, как огня этого. Все, отошел. Матфея 9.15 И сказал им Иисус, Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? По-моему, я прочитал это уже, да? Матфея 9.16-17 стихи И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани. Ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи. И вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Толкование. Ученики, говорит, еще не так крепки, чтобы можно было налагать на них тяжкие заповеди. Но еще требует снисхождения и легкого времени. Говоря это, он давал урок и ученикам, дабы и они, когда будут учить вселенную, снисходили и с первого раза не налагали тяжких заповедей. Новая суровая заплата и новое вино означают пост, а старая одежда и старые мехи – слабость учеников. Вопросы? Ну, вот это читаю, Игнат Тихонович, и мысль такая возникает, что вроде как поощряется экономия. Тогда вот слабые ученики, сегодня там тоже вот как вот различить, где можно послабление все-таки ради немощи учеников, а где нельзя. Ну, а где послабление, в чем конкретно? Ну, здесь толкователь нам говорит, смотрите, Он, Христос, давал уроку ученикам, дабы они, когда будут учить вселенную, снисходили и с первого раза не налагали тяжких заповедей. Ну, и к новой заплате-то не, как, изнебеленная ткань, а посте впереди речь идет. И сегодня у нас, говорит, и постящиеся, и не постящиеся, вроде как, когда на Пасху-то поздравляют всех, всех Господь принимает. Не этим ли местом пользуются священники, когда говорят об экономии послаблений в постах? Здесь такое, что поощряется экономия. Такого слова, во-первых, нету. Второе, когда об этом говорит, гиперболическое выражение, он показывает величие воскресения Христова, и в Аде никого, как никого. Ну, как, сколько людей грешно умерло, что он их в рай потащил? Нет, конечно. Это образное выражение. Иордан повернул вспять, он никогда не поворачивал. Горы прыгали от радости, горы никогда не прыгали. Это сравнение, поэтическое сравнение, гипербола. Иоанн Затаус так и говорит, ты не должен воспринимать это буквально, иначе у тебя просто неразбериха будет. Как толковать? Говорит, сколько должен? Говорит, столько, опиши 80. А что означает их про 80? 150. А ничего не значит. Показано одно больше, другое меньше. Тут не надо придумывать ничего. И когда говорит, здесь не налагать какие заповеди, а именно какие. Вот человек только обратился. Сегодня он покаялся. А какая ему тяжкая заповедь? Вот он как раз говорит, человек, который уже укрепился, всю жизнь делает добро, но это чувствует еще маловато. Я могу больше сделать. Совершенным хочу быть. Ну, совершенным. Ты знаешь, что тебя держит. Нет, меня ничего не держит. Так, ты богатый? Ну да. Раздай имение. Продай и раздай деньгами. Раздай. И следуй за мной. И юноша понял, не готов. И он отошел с печалью. И охота ходить, а большего Господь с него не требовал. Он не требовал с него. Он сам напросился. А для человека, который уже не один год верует и шел, как монахи-то это тоже, отрекаются от всего своего и монастырю приписывают свое имение. Это для этого готовится. Не сразу, чтобы принимали там три с лишним года. А который пришел, какое на него время? Вот у нас пост, вот у православных здесь. Вот первая неделя, там, понедельник, вторник, не пить и не есть. А человек только пришел, он не знает. Ну, и там делается послабление, говорится, новоначальному, новоначальному, молодому. Ему разрешается то-то, даже вареная пища. Вот Пахомий приходит, но у него же монастырь-то был 11 тысяч, они не в одном месте были. Ну, он устав-то написал, чтобы давали два раза пищу горящую. Он так снисходительный был. Кто хочет, тот ест. Свободно было. Приходит, спрашивает, один юноша говорит, а у нас пищу вообще не готовят. Как не готовят? Да я же сказал. Вызвал старшего, а старший говорит, правильно он говорит, не готовят. А что готовить-то? Мы готовим, говорит, неделю целую и выкидываем, никто не ест. А юноша говорит, да как не ест, я же ел. Ну, так на тебя отдельно кухня работать будет. Ну, а чем же вы занимались? О, свободное время, мы такие ковры соткали здесь, сыновки там были. Покажите где, ну, принесите. Они принесли там стол шлиновок. Он говорит, сжечь в печь. В печь. Так это же деньги, отче, ава, не разговаривать. Сжечь. А юноша тот, а юноша, получать стал обед. Он молод, ему это трудно было. А бывает человек престарелый и больной. Монах никогда не ел мясо, а тут ему прямо запах. Козленка надо. Вот козленка найдите, купите, наварите мне. Ну, бульон там куриный. Как монахи поднялись, да какая твоя праведность. Узнал по хоме, сурово выговорил, какие вы безжалостные. Ну, вам трудно это сделать. У него аппетита-то не было, целый месяц ничего не ел. Ну, сделайте ему легкую такую. Он же не просит вам быка заколоть-то. Вот это для новоначальных ничего такого не давать. Вот у нас есть, которые, ну, живут люди-то. Я их на ночную молитву ни одного никогда не поднимал. Ни разу. Никогда. Ну, а если человек встаёт, ну, он видит сам. Проходит год, два, три, он на четвёртом году начал вставать сам. Вот и всё. Вот молитва, пост, милостыня. Вот мы считаем Сирахов, 19 глава, 1 стих. Ни во что ставящие малое, мало-помалу придёт в упадок. То есть обеднеет. Надо быть очень экономным и сэкономленным, и пустить по правильному руслу. Необходимость такая. А если ты не знаешь, куда деньги тратить, ну, допустим, сейчас бы кто-то, миллионер к нам явился и скажет, у меня денег, как у Иннокентия Сибирякова, девать некуда. Это Чубайс сказал, говорит, мы страшно богаты, ну, ещё бы. За электроэнергию в несколько раз уже увеличили. Они не знают, куда деньги девать, а поступают с каждого человека. Электричество без него, ну, только уж в лесу кто живёт. А что толку-то? В Триертауне будете есть больше, значит, не с варенья желудка и умрёт. Поэтому снисхождение бы какое-то они имели. Вот здесь вот, к немощным, ну, ня-няк, вот кто-то сидит за компьютером, а мне нечем платить. Совершенно нечем. Но у меня Господь дал добрых людей. Один купил мне компьютер, другой купил вот такой телефон. Он кое-как отбился, он хотел такой светлый, там, фотографии. Я говорю, ничего не надо, вот только вот. Чуть не рассорились. И каждый месяц за меня тоже кто-то платит. Я знаю, как имена их. Благодарю. А у другого нет, поэтому с него спрашивать, как с меня нельзя. С меня можно спрашивать. Я 7 тысяч получаю, я их не трачу. Я не трачу. Сейчас батюшка пришел, мне рыбы принес. Где-то был он в ванну Кузьминищину, у нее и зять рыбачит. Я еще не видал, какая рыба. Ну, куда, говорит, я с нею? Положи в холодильник. Ну, вот помаленьку я и Паля будем хотя бы запах давать. Никакого снисхождения. Это плохо. Бывает больной, бывает незнающий. Несколько раз допроси, почему так было. Вот так и понимать надо. Это милосердие я хочу, вот милости, а не жертвы. Продолжим. Проси Христос. Слава Богу. Когда он говорил им сиер, подошел к нему некоторый начальник. И кланясь ему говорил. Дочь моя теперь умирает. «Но приди и возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. Толкование. Видно, и этот имел веру только небольшую, потому что просил Иисуса не слово только сказать, как говорил сотник, но и прийти и возложить руку. Он говорил, что дочь его уже умирает, тогда как по сказанию Луки она еще не умирала. Так, говорит он, или гадательно, потому что оставил ее при последнем издыхании, или чтобы при увеличении беды побудить Христа в милосердию, то есть скорее идти и не презреть его. Матфея 9, глава 20-22 стихи. «И вот женщина, двенадцать лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидел ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Толкование. Будучи нечиста по своей болезни, эта женщина не смела подойти явно из опасения, чтобы не воспрепятствовали ей. Впрочем, скрываясь от людей, она была уверена, что получит исцеление, если только прикоснется к краю одежды его. Но Спаситель обнаруживает ее не от того, что искал славы, а чтобы обнаружить веру ее для нашей пользы и для возвышения веры в начальники синагоги. «Дерзай», — говорит он ей, — «потому что она оробела, как похитительница дара». Дощерью же называет ее, как верную. Показывает также, что если бы она не имела веры, не получила бы и благодати. Хотя одежды его и святы. Сказывают, что эта жена устроила каменное изображение Спасителя во весь рост его, и что у ног сего изображения росла трава, помогавшая кровоточивым женам. Во время Иоанна нечистивцы разбили это изображение. Матфея 9, 23-24 «И когда пришел Иисус в дом начальника, увидев свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». «И смеялись над ним». Так как девица не была еще замужем, то по закону оплакивали ее брачными свирелями. Христос говорит, что она спит, потому что для Него, могущего воскресить ее, смерть была не более, как сон. Не дивись, что смеялись над ним. Этим они более свидетельствуют о чуде. Посмотри, что там. Шум. Что он воскресил действительно умершую. Смерть девицы была признана всеми, чтобы никто не смог сказать, что с нею только случился сильный болезненный припадок или просто обморок. Вопросы? Продолжение следует... Так, вопросы. Матфея 9, 25-26. «Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, И девица встала, И разнесся слух о всем по всей земле той. Где народ и молва, Там Иисус не творит чудес, Научая тем и нас совершать все духовное, Не иначе, Как в безмолвии. Он берет девицу за руку, Чтобы сообщить ей силу. Если тебе случится быть умершленным Грехами, То и ты воскреснешь, Когда Он возьмет тебя за руку при деятельности, Изгнав из тебя толпу Нечистых страстей и сует житейских». Вопросы? Матфея 9, глава 27-28. Когда Иисус шел оттуда, За ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Когда же Он пришел в дом, Слепые приступили к Нему. И говорит Ему Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Полкование. «Как Богу слепцы говорили Ему, «Помилуй нас!» Так как человеку взывали сын Давида, Ибо всем иудеям было известно, Что Мессия произойдет от племени Давидова, Заставляя слепцов идти за собою До самого дома, Потому что хотел обнаружить твердость их веры И обличить иудеев. А чтобы показать, Что все зависит от веры, Спрашивает их, Веруют ли они, Исцеляет их в доме наедине, Чуждая славы. Он всюду дает нам уроки Смиренно-мудрее. Вопросы? Ивангелие от Матфея, 9 глава, 29 по 31 стихи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем По всей земле той. Толкование. Видишь ли смирение Христа? Как запрещает Он разглашать о себе? Но они разгласили, Впрочем, не по ослушанию, Но по чувству благодарности. Ежели в иных случаях Оказывается, Что Христос говорил, «Иди и поведай славу Божию» Лука 8,39, То здесь нет немало противоречия. Он хочет, Чтобы о нем не говорили ничего, Но проповедовали Славу Божию. Божию. Вопросы. Секунду сейчас. Просятся подключиться. «Ой, я не знаю, 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 я 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 Вкусно, жестянки спицы, жестянку пустили. Так. Нет вопросов? Матфея 9 глава 32-33 стихи. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Толкование. Эта немота была неестественная, но от демона. Посему и приводят его другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. По этой причине Христос не требует у него веры, но тотчас врачует его, изгнав отнявшего у него язык демона. Удивленный народ ставит Христа выше пророков и патриархов, ибо он исцелял со властью, а не так, как те по молитве. Но посмотрим на фарисеев, что говорят. Матфея 9-34. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силу князя бесовского. Толкование. Слова крайнего безумия. Ибо никакой демон не изгоняет демона. Положим, впрочем, что он, Христос, изгонял демонов, как слуга князя демонского или посредством магии. Как же он исцелял болезни, отпускал грехи и проповедовал царство Божие? Демон поступает напротив. Он производит болезни и отвращает от Бога. Матфея 9-35. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Толкование. Будучи человеколюбив, Господь не дожидается, когда придут к нему. Но сам ходил всюду, чтобы никто не имел причины оправдываться и говорить, что никто не приходил учить нас. Он привлекает их и делом, и словом, уча и чудодействуя. Действуя. Вопросы? Час прошел, пожалуйста, вопросы задавайте. Здравствуйте, Владимир Тихонович. Ой, сейчас потешусь. Вопрос такой. Можно ли утверждать, что мудрость и хитрость – это одно и то же? Или все-таки мудрость от Бога, а хитрость от дьявола? Слова иногда так хитрецом называют Бога, вот у мусульман. Но они имеют в виду не то, что дьявольская хитрость, это слово такое. У нас говорится, что мудрость – это от Бога, премудрость, еще есть слово такое. И премудростью называет себя сам Бог. Это как бы одно из качеств Его, свойств Его, так сказать. А с хитростью этот человек надеется на обман, как-то провести. Вот это политика, война, когда где-то, нападение. Обвести друг другого, хитрость показать. Не то, что ни одно и то же, а даже близко не подходит, противоположное. Верующий, настоящий верующий, он ни одного сражения выиграть не может. Он безобманный. Хотя Господь может как-то отвести, а ну, как-то открыто все говорим. Попробую сейчас с кем-то говорить. Ой, вы мой телефон сказали. Да ты понимаете, тут тогда что будет? А кто ты такой, чтобы что-то было? Я опровергаю это. Ну, минимум 50 лет я везде публикую свой телефон. В каждой книге. Ну, учитывая сколько книг, да хотя бы по тысяче экземпляров, а газета 58 тысяч, а было даже и 100 тысяч. В газете я публиковал статьи свои, давая свой телефон. То есть речь идет о миллионах экземпляров. Ну, было, звонили там ребятишки. Ну, это все поповская дурь, напускали их на меня. Ну, ничего. Адрес свой показываю. Говорю, все открыто. А почему? А ничего нету. Я убедился, это привлекает людей. Они понимают, это открыто. Так открыто, прозрачный заработок или прозрачная пенсия. А у нас, если там живет один, с женой живет, и жена не знает, сколько пенсия. Ну, почему? Ну, допустим, она в три раза больше моей. Ну, у меня 7 тысяч теперь прибавили, а у него 21. Лишних денег у него тоже нету. А у меня никогда не было, чтобы не хватало. Всегда хватает. Это все перед Богом. Никакой хитрости не применяю. Никогда. Сказал открыто, а он не принял. А дальше Господь будет делать. Вот такой или на ответ. Благодарю. Слава Иисусу. Еще вопросы задавайте, пожалуйста. Так, мы в субботу уже уезжаем. В воскресенье 3-го у нас будет день деревни. Очень круглая дата. 200 лет. 200 и 27 лет восстановления. Это мы как считаем дверь открытых дверей. Вот просится человек. Нормально одет и все, мы ему не разрешаем. А зачем ехать? На этот раз разрешаем. Даем ему маршрутку, чтобы мог он приехать в этот день, в воскресенье. Ну и побыть на службе, на литургии, на трапезе, на экскурсии, концерте. Ну и с миром Божьим по домам. Кто желает, можете в течение недели дать заявку на себя. Матфея 9 глава 35 стих. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Уча в синагогах их, проповедует Царство Божие. Так, это я почитал. Матфея 9.36. Видя толпу народа, он жалился над ними, чтобы они были... Он жалился над ними, чтобы они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Люди были в замешательстве от глада слова учения. Они не имели пастыря, так как начальники их не только не исправляли, но еще развращали их между тем, как истинному пастырю свойственно родить пастырь и полагать за нее свою душу. Комментарий Игнатия Лапкина. Не наше ли время отображено в этих словах? И это понятно всем, кроме тех, кто в алтаре. Ненаученные легко пошли в революцию. Люди были в замешательстве от глада слова учения. Голод, предсказанный пророком Амосом. Матфея 9, глава 37-38. Тогда говорит ученикам своим. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Толкование. Жатву называет народ, требующий попечения, а делателями тех, которые должны учить, но которых тогда не было в Израиле. Господин же жатвы есть сам Христос, как Господь пророков и апостолов. Это видно из того, что он поставил 12 апостолов и не испросив от Бога. Комментарий Игнатия Лапкина. На слова блаженного Христоса должны учить. Говоря о своих современниках, Иоанн Златоуст замечает, 12 апостолов заквасили евангельской проповедью весь мир, всю вселенную. Сознайтесь же, насколько худы мы, что если нас столь много, а город почти весь неверующий. Вопрос о делателях встал с первого дня, но так и не разрешился до ныне. При жизни Христа это имело объяснение, потому что Дух Святой еще не сходил на землю. Но со дня Пятидесятницы, и особенно с начала гонения в Иерусалиме проповедь о Христе, «Благая весть о спасении, дарованном Богом, как пожар разрасталась не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи». Игодеяне 8.4 «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Проповедь о Христе включает в себя признание каждого самим себя грешникам, погибшим, бесповоротно и навсегда. Человека нельзя исправить никакими таинствами, требами, богослужениями и никакими святынями. Истинные делатели на Ниве Господней всю свою проповедь иногда сжимают до трех слов. Марка 1.15 «Покайтесь и веруйте в Евангелие». 1 Иоанна 4.8 «Бог есть любовь». В более расширенном варианте это звучит так. Римлянам 5.8 «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ефесянам 5.14 «Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И Иоанна 3.16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Деяние 4.12 «Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Все эти стихи священного Писания нужно выучить наизусть и знать их полное растолкованием. Каждого из этих стихов достаточно делателю на Ниве Божьей, чтобы успешно жать пшеницу и бороться с плевелами. Житие святого евангелиста Марка должно побуждать и архиереев решительно и быстро находить достойных для рукоположения. «Горе, когда вместо пастыря будет волк-наемник. Если пастырь сам не родился свыше, не руководим духом Христовым, кого он может привести ко Христу?» Вся деятельность апостолов заключалась исключительно в проповеди, в соделывании святых из грешников, чтобы из волков получились овцы, из Савва Павел. И об этой нужде церкви должен молиться каждый, принявший Христа в свое сердце. Если душа не возродилась от Духа Святого, не имела личной встречи со Христом, то никакие семинарии, академии, рукоположения ничего не дадут. И чем выше такой будет подниматься по иерархической лестнице, тем более будет возноситься умом, переполняться тщеславием, интеллигентским снобизмом, всезнанием. А нужно только одно – любить Бога, любить людей. Кто не проповедует о Христе, об этой небесной амнистии грешникам, тот не любит Христа и благую весть. Быть делателем на Неве Господней – это небесное призвание уже в звании оглашенного. Исцеленный Христом бесноватый тут же отправился в город и возвестил всем, что он здрав, а свиньи утонули, погибли. Господи Иисусе Христе, сжалься над несчастной Россией. Тысячи лет она уже взывает к тебе в лице святых своих, избранных Твоих. Господи, вышли истинных служителей, любящих Слово Твое. И чтобы выше проповеди ничто не стояло в их жизни и в нашей пропутии пастыре, чтобы они искали Тебя, Слово Твоего, чтобы не внешний блеск, ритуал богослужения, а живая проповедь на родном русском языке обращали людей к Тебе. Вышли истинных делателей на Ниву Твою. Вопросы? Вот сейчас батюшка был и рассказывает, позвонил ему Иоанн Суворов из Тулы, про Таирей, и говорит, ну он там все сделал, когда, а тут там, видимо, праздничные какие-то там кандаки, что там есть, икосы, считает женщина, которая раньше, ну до того плохо считает, на каждом слове спотыкается, я думаю, да что же это она делает-то, ну хоть маленько-то, ну и да, там потребил, называется, выпил, что там у него есть, вышел и стал считать. Считаю, говорит, и на каждом слове спотыкаюсь, никогда такого не считал. Я знаю, на Троицу этот канон написанный, самый трудный. Да что же, язык сломаешь. Я, говорит, уже ушел домой, не могу успокоиться. Да что же это такое? Для чего это все нужно-то? Ведь ни один человек не понимает. Я считаю, не пойму. Я уже не в смысле ломника, я просто прочитать не могу. Уже большой такой стаж, про Таирей, и натолкнулся. Я говорю, а женщина-то судил? Ну да, судил. Считала раньше хорошо, а там такие слова навороченные, ты не прочитаешь. Вот так, я говорю, нашего брата надо учить. Кому это надо? Просто апостолы, начинай говорить. Что у них было главное? Они приходили, как Господь обращал. Сегодня ни один, повторяю, ни один священник, ни один архиерей, ни один патриарх, епископ этого сказать не может. И это может быть на 500 лет. Человека три найдется, и всё. Ни о чём другом-то речи не было. А сейчас о чём? Служба, 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 заказные молебны. Ничего этого Христоса не оставлял. Я не против, но один раз прочитал тебе достаточно, доказать, что я православный. А остальное-то время нет. Вот батюшки, с кем я разговариваю, он месяцы уже мимо бежит. Да мне некогда. Мне некогда. Ему некогда. Какие слова страшные. Душа погибает, а тебе некогда. Приговорённая к смерти. И люди не знают. И вот теперь словесность, славянский язык начинают. И такую бредню несут. Говорят, вот если бы как бы люди по-славянски-то разговаривали, да не было, по-русски-то ничего, так и революции не было бы. Ну, конечно, если не понимая, ещё бы они как в Вавилоне разговаривали друг с другом-то, они бы не знали, где оружие взять, кого предать. Я заложу туда смысл какой. Это революция в России обошлась, а в России 6 миллионов с половиной убито только было внутри страны. Ни немцы, ни англичане не виноваты. Сами друг друга истребляли. А причина какая? Евангелие не знали. Я спрашиваю, а много было в то время настоящих таких верующих, там, баптистов, там, пашковцы назывались, потом у Проханова были евангельские. Да были. А хоть один был в революции? Ни одного. Ни одного. Делается понятным. Толстовцы были, это целые отделы. Ни одного. Повторяю, ни одного. Настолько это богопротивное, что даже не знающие писания старообрядец, ни один не участвовал. Участвовали только православные. Сталин учился в семинарии. Ну, Каганович, говорит, закончил его семинарию. Священники шли. Здесь доказывать-то ничего и не надо. Раз Бога не знают, ой, добро будет. Когда царь отрёкся со 2 на 3 марта в 17-м году, как ликовали временное правительство, его поздравляли. И кто поздравляли? И внутри страны, и за рубежом церковь. Все поздравляли. Теперь церковь свободная, теперь мы будем, а ничего не будет. Всё пойдёт в распыл и под нож. Просто надо этим проникнуться, увидеть и болеть по-настоящему. А не на футболе быть, да болельщики. Все православные друг друга там убивают. А всё ничего. Пинали мячик. Ничего нету. Даже дурным нельзя назвать. Чисто сатанинское работа. Друг друга убивают. Вот людям это надо. Сегодня я с двумя разговаривал, там видел, там у нас это Полинария, Полина и Тараси. Как правильно крестное знамение совершить? Как правильно поклониться? Я уже ролик выставил. Хороший. Уже больше ста человек посмотрели. А там ничего и нету. Просто я говорю, как надо серьёзно относиться. Они как попало молятся. И родители тут я при родителях говорил-то. Не за углом. Как родители? Разве не видели? А почему так? А как? Ребёнок? Ну, пускай поспит. Выйдет замуж, наработает. Она на ней спит. Она замуж-то, навыки нет, она продолжает спать. На работу мужа не проводит, ничего не приготовит, с собой не положит. Ну, день, два, три месяца. Три месяца прошло, страсть утихла, а больше ничего и нету. Всё время, говорит, у батареи ищи разогревает. А ты дай человеку-то направление правильное-то. Расскажи. Страх Божий всели. Живём-то для Царства Небесного или так, лишь бы только пищу переводить? Вот так надо вести всю жизнь свою. По-настоящему верующих-то не так и много. Вот сколько время ведёшь занятия, а кто прибыл-то? Ну, все, которые раньше пришли, один, два, и больше никого нету. А уж я сколько рассылал людям, ой-ой-ой, никого нету. Никому это не надо. Всё. Вопросы задавайте, пожалуйста, сколько вы есть. Сейчас я... Я сейчас жду, должен подъехать Алексей Устина с Потеряевки и везёт Никиту. Никита всё успел продать, распродать, и сегодня он уезжает, куда неизвестно. Вот он затеял это про женщин-то где-то и всё, и подавился. Кость не прошла. На юге есть, говорит, такая птица, я не знаю название её, это Григорианс пишет вымыслы и легенды Востока. И вот как дятел Долбин, где он, так расщелина, есть вот так вот буква этого, а он шишку сюда закладывает, чтобы она не выпала-то, её долбит, там семена достаёт. А есть птицы, которые питаются другими птицами, хищники, но они тоже едят, остатки сбрасывают, и бывает, ничего не найдёт. Он тогда возвращается на эту кузницу, это кузница, и начинает смотреть, бывает на каком-то, ну, коленный сустав, там, небольшого сберяка, птицы, и там мясо остаётся. Так он лапой берёт, говорит, и в задний проход примеряет, пройдёт или нет. Если не проходит, глотать не будет. Вот её кто это так учил? Вот затеял это дело-то, и батюшка говорил, как же ты первые шаги делаешь, тут надо быть со всеми, со всеми пересорился, до одного человека. Вот я такого ещё не встречал, чтобы одним делом всех против себя восставить. четыре года жил. Только я отошёл к нему, всех ногами всё пошло. Всё абсолютно, и цыплят покупал, и всё продал. Валя наша там, с этой, с Любой, Минаевой, всё купили у него, а так бы он и не продал, бросил. Куда едет, тоже непонятно. Я хотел бы его записать сегодня. Какие у него жалобы, недовольства были. Ну, это Володя-то всё снимал, как будто там, я не знаю. Я бы тут вопросы задал ему, но пока никого нет. Ему и ночевать-то негде-то, если ты, если у него вопрос станет, а ночёвки-то, ты бы принял уж его. Он мне позвонил, я его приму, приму. Ну, вот, если придёт он сегодня, я скажу ему. Но пока нету. Четыре года прожил у нас, промущился. Он мне позвонил, говорит, можно ведь на два дня. Я согласился, говорю, можно. Он тебе звонил? Да, он мне позвонил. Вот так. А потом информация поступила, что он всё, выезжает на Украину, на родину. Сколько добивался гражданства на Украину, свои люди. Тут ничего не принял. Ну, чего он-то не принял-то, он крещение принял? Всё, что не прикажут. Много слышал. Вот. Что-то где-то осталось. Он мне помогал по компьютеру, я благодарен. Иногда что-то не заладится, а он подойдёт, ткнёт и пошло. На Украину. Я хотел узнать, куда он поедет-то? Он едет домой. Домой. Ну, слава Богу, да благословит Господь его. Это очень хорошо. Только начали молиться, и мгновенно ответа его нету. Потому что батюшка поговорил и говорит, как жить-то? Всех поставил против себя. В новое место человек старается как-то всем угодить, расположить. А один, что ты сделаешь? Ну, я думаю, на наши ресурсы будет заходить всё равно. Нынче там плёнку там поставил, ещё. ветер подул, всё разорвало, ничего нету. Это, теплицу делал. Так это легко всё получилось. Ну, ещё всё, наверное, давайте расходиться. Давайте попробуем. Достойно есть якова истину, блажит и тяб о родицу, пресновлаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую херувьем, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без искрения Бога слава родшую, сущую Богородицу Тя величаем. На, тихо, че, поболись. Милостиво наш Господь, мы преподаем к Тебе и спрашиваем прощения грехов наших. Благослови нас, и Никиту, и на врагов пролей милость, примири их с нами. Милость твоя да пребудет с родными нашими, не знающие Тебя, обрати их на путь покаяния, спасения, и научи наценить это мирное время. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Жалься над нами, бедными и нищими, мы во всем полагаемся на Твою любовь. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство в Духе Божьем. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо. Если поедешь утром, ко мне привези его. Тут запишем и поедем тогда. Спасибо. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.